Кто такой Белюгин? Да Начальнику регулирования убытков, ну вот так, мы все вместе работаем Я всех начальников знаю очень давно, понимаете? Вот, мне сейчас какой-то хир не несет Его, честно говоря, скредитирует свою, седает свою компанию Вот, чему только непонятно Своим как минимум поведением и отношением к клиенту И то, что вы фактически обманули его Потому что получили к себе на карту 72 тысячи 13 рублей А заплатили 31 тысячу 750 Вы скажите, 40 тысяч это не обман? Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья У меня к вам огромная просьба Досмотреть этот сюжет до конца Это очень важно Я обращаюсь к каждому из вас, кто посмотрит этот сюжет Не забудь в конце видео подписаться на нас, если ты не подписан Поставить палец вверх Написать комментарий Желательно, чтобы он состоял не из одного предложения, а нескольких Чем больше ты напишешь комментариев, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео Здравствуйте Снова вы Снова я Да мы хотели бы все-таки настоять на том, что приехал бы Валентина Игоревна Ребенко Вы, наверное, сами в шоке с такой ситуацией, что сумма, которую перевели и сумма, которая выплачена, сильно разница в 40 тысяч Ну, слегка да Слегка да А вас не шокировало, что вы перевели 40 тысяч, а вы выплатили 30 тысяч? В этот момент вы не были в шоке? Или вы просто не знали? Я, во-первых, не занимаюсь этим, я принимаю документы, дальше уже перевод происходит в бухгалтерию Я понял Наше реквизит, этим всем занимается директор Хорошо, нет, вам у нас лично претензий Я понимаю Может быть, вам просто известны, где обстоятельства были Вам нужно узнать, когда она приедет? Да, мы, в принципе, дождемся, мы здесь можем посидеть Дождемся Там как раз у вас диванчик есть? А здесь заключал договор, да? Да, да А кто подписывался-то, кто из девушек или из молодых людей? Предлагал кого-то девушке А, непосредственно с ним подписывался договор, я так понимаю Ну, значит, вы им полномочия принимать соответствующие документы? Я принимаю документы, дальше мы передаем страховую компанию Я принимаю документы Тогда у нас к вам такая просьба, раз вы выполномоченный договор составляете Он договор составленный, договор есть составленный с печатью организации, в частности директора Вы же заключаете Я не подписываю ничего, я даю клиенту подписываться Вы выполномоченное лицо? Нет А на каком основании тогда вы осуществляете эти документы? Я принимаю документы от клиента Вы фактически заключаете договор, подписанный уже ранее летит, правильно? Да, да Но клиент же здесь на месте подписывается Без ее присутствия, присутствия и власть Соответственно, он был намоченный Так вот, мы что хотели бы Сейчас вам вручат Значит, претензию, уведомление Претензию в отношении договора Мы даже вам сейчас зачитаем Претензия по договору к сессии Я зачитаю Алексей, можно поближе, чтобы слышно было Значит, 13.09.2019 Между вами, ну между Лебенко конкретно У крестьянников он был заключен в договор сессии Согласно пункту 1.4 договор сессии Выплачивается цедент у страхового возмещения В течение 30 рабочих дней Договор был подписан Необязательства были исполнены цедентом Срок до 17.09.2019 Однако, до настоящего времени Цессионариям обязанности по выплате компенсации Исполнено не было Даже если он же говорит, что он 27 Вот сейчас мы дочитаем, да, все верно Несмотря на то, что страховое возмещение Предусмотрено договором Он получил 27 ноября 2019 В сумме 31.750 рублей Сторонами не достигнуты согласия По сумме компенсации Что делает заключенный договор сессии Безденежным Срок на исполнение обязанностей По договору истекает Истек 29.10.2019 Ввиду вышеуказанного А также принимаемого внимания Существенного нарушения условия договора Со стороны цессионария Цедент уведомляет вас о том, что При отсутствии оплаты по договору Незамедлительно после получения данного уведомления Цедент будет вынужден обратиться С уведомлением о расторжении указанного договора В одностороннем порядке Вот мы вам такую вот претензию оставляем И у нас уведомление о расторжении договора Здесь, оказывается, был подписан Ну, для меня оказывается Значит, о юридических услугах Он в тот момент, когда заключал договор сессии Указал, что в нем нет никакой необходимости В этом договоре Так как он все документы необходимы Договор о сессии передал По страховому случаю И в рамках этого договора о сессии Было осмотрено транспортное средство То есть с 17.09 Это уведомление о расторжении договора Под 17.09.2019 Между вами и крестьянником Заключили договор о оказании услуг Согласно пунктам 2.1.2 и 2.2 Стороны обязуются произнести ряд действий Направленных на подачу от имени крестьянника Заявление о страховом случае Получение им страхового удержания Однако с 17.09 между крестьянником и Лебенко Заключен договор о сессии В отношении права на получение страхового обещания По страховому случаю от 11.09.2019 Комплект документов передан Лебенко ТС предоставлен на осмотр В рамках заявления о страховом случае Поданному Лебенко То есть необходимость выполнения договора Договор о сессии? Договор о наличной услуге Да, в том самом деле, правильно? Ну смотрите, у нас заключается два договора Договор о сессии Мы с ним по нему работаем с страховой компанией Договор о наказании флот В заключается с клиентом непосредственно то, что Мы ему по этому договору Потом обязуемся выплатить деньги Скажите, он по договору о сессии Все выполнил условия? То есть он передал все необходимые документы? Он передал все необходимые документы, которые... Об этом вы были уведомлены незамедлительно Однако соглашение о расторжении договора В настоящее время сторонами не подписано Ввиду вышеуказанного А также принимая во внимание то, что К фактическому исполнению договора стороны не приступали Уведомляем вас о расторжении договора В одностороннем порядке Это второй И нам здесь будет поставить отметку о том, что принято Аналогично они подбили Держи пока домой Я пока занят Да, все хорошо Да А вот здесь? Да Это у нас здесь получается Это общество граничной ответственности Это у нас по уведомлению, отлично, да А вот по Лебенко Здесь немножко не поет, вот и тщательно, как скажем Ну, я же не могу за Лебенко подписывать Ну, у вас вы не действуете К СМИ? Нет К СМИ тоже нет Нет К СМИ тоже нет Ну, тогда хотя бы напишите Вы у Лебенко каким-то образом работаете? Ну, если я тут сижу, конечно, работаю Соответственно, примите, что сотрудник должности и фамилию Конечно, в такие действия необходима доверенность Чтобы можно было представлять Ну, и мы дошлим все А часто к вам вообще проблемы клиенты приходят с этим ситуацией? Ну, не часто, скажем так Тем более, с вот такой вот аппаратурой Ну, с аппаратурой, соединительной Ну, вот тогда здесь, сколько посиди Алло, да, здравствуйте Меня Валентин зовут Здравствуйте Мне вот Вика рассказала ситуацию Но я вам хочу сказать Такого вообще априори быть не может У вас ремонт во сколько обошел? Не 72 тысячи? Вот вы изучаете Давайте, подождите, подождите, подождите Значит, с вами разговариваю Ну, это есть ошибка Валентина, вы слушаете? Вы послушаете? Да, я вас слушаю Вот теперь дайте, я скажу Смотрите, Валентина Меня зовут Вадим Серов Значит, общественное движение «Дорожная контроль» Мы пришли с нашим клиентом, который к нам обратился Кто вас нанял? Могур всего ж нанял Хватит, я с вами разговаривать не буду И сегодня я не приеду Я вылетаю в какой город Поняли? Девушка Мне придурошенный, это вообще как-то Я, уже засталкиваю с меня С моей бывшей семьей Девушка Причём здесь ваш бывший муж? Вы что мне семейные дела приплетаете? Вы, Валя, вы уже все едите Парку géно Пишите меня И в род sådan Послушайте, вы куда попёрли? Вот и тут Девушка, возьмите Позвоните Слушай, у него ПМС, я не знаю. Вот это от нас. Это вообще от нас. Что нас всей жизнью усложняет? Вы надерите, знаете, как скажет персонал, не слушать, не будет? А нам почему-то не приплетают какие-то семейные дела. Я просто не слышала. Ну, пойдем, Алексей, расскажем. Смотрите, в общем, нам приплетают какие-то вообще семейные дела. Мы занимаемся общественной деятельностью. Я не знаю вообще, с чего у нее такое, как бы, вообще возникло. Ну, да ладно. Просто вы ей объясните, как бы, по-нормальному. Он может там какой-то помоется, я не знаю. Я ей передам две претензии и вот справку, которую предоставили. Да, ну, у меня к вам просьба. Пока мы просто здесь, может быть, с ней поговорите. Мы там, как бы, подождем, хорошо? Попробуем. Может, вы все-таки получите? Если я получу. Да. Меня Валентин зовут Роман. Вот, во-первых, вот такого, по-моему, в росте, я не хочу сказать о справке. Максимум, сумма, которую доплачивает там страховая компания, это около, там, 15-20 тысяч, у вас сумма гораздо... Почему вы не выясните в какой-то ситуации, не да? У нее выяснить, в страховой компании приходится какие-то калипатентами. Скажите, Никита Усович, вам ремонт подошелся, вы вам что-то предлагали, мы вас что-то обманули. Вы на нее с домовой согласились на эту сумму, правильно? Я вас прекрасно слышу. Какой обман, скажите, пожалуйста. Если бы... Если бы... Подождите. Подождите. Если бы вы мне показали результаты экспертизы, понимаете? Или страховая бы показала результаты экспертизы, то я был бы твердо уверен в том, что это реальная сумма. Но оказалось совсем другое. Я пошел в страховую и взял у них справочку по моему пользу, какая была страховая сумма выплачена. Семьдесят две тысячи, тринадцать рублей. Послушайте, мы вас к чем-то обманули, скажите, пожалуйста. Вы давали, на фермерахе, давайте мы так... Я пока вашу ситуацию не знаю. Вы уже приходите настроены с каким-то корреспондентом. Я, даже, не разобралась в этой ситуации. Не съездила в страховую компанию. Может, там какая-то ошибка была. Такого быть не может. Это я вам из своей практики говорю. Зачем вы изначально ведете себя неправильно? Смотрите, какая ситуация. Вы мне... Вы мне... Вы мне... Подождите, подождите. Вы мне по телефону озвучили сумму тридцать одна семьсот пятьдесят. Выплачено... Выплачено... Выплачено семьдесят две тысячи тринадцати рублей. Послушайте, вы... Почему я должен к вам идти и еще с вами разговаривать? Вы не можете, скажите, пожалуйста. Вам на сколько летели две тысячи? Вы что за два тысячи человек? Да, это не важно, на какой... Какую сумму ремонта? Я машину еще не ремонтирую. Так, послушайте меня внимательно. Если вы не хотите по-хорошему, чтобы я разобралась в этой ситуации и с вами потом связалась. По-плохому, значит, идите в прокуратуру в суд ко мне или еще куда-то. И подавайте на меня в суд. Если вы хотите по-плохому. Вы уже пошли по-плохому. Вы пошли по тому пути какого-то корреспондента, который дает мне нервы. Сейчас звонит мне и рассказывает, как пара, дорожный или еще кто-то вообще. Это черт за безобразие такое. Вы как хотите решить эту проблему? Я хочу, во-первых, в виде документов, вы мне звоните и кидаете предъявы. Может быть, эту справку кто-то там напечатал с какой-то непонятной печатью. Мне надо сходить к товарищу Пелюгину, моему знакомому. Уточнить какая-то ситуация, и с ней разобраться, понимаете? Прежде чем разговаривать, допустим, с вами. А кто такой Пелюгин? Кто такой Пелюгин? Да. Начальнику регулирования убытков и вот так, мы все вместе работаем. Я всех начальников знаю очень давно, понимаете? Ну вот, вот, вот. Мы работаем в ней, делаем правду уже давно, понимаете? Ну вот. Это киде, да. Откуда-то случилось? Передо мной сейчас лежит справка с печатью от Ингостракта и подписью Пелюгина. Он мне лично сам отдавал. Я не знаю, как вы там с ним дружите, но мне он лично сам выдал такую справку. Я вам сказала, у меня хорошее отношение с страховой компанией, и у меня даже очень много договоров с страховыми компаниями. Я не хочу себя дискредитировать вот такой вот хренью, я тебе честно. И пятно на свою репутацию. Ну, потому что мой муж, мой муж без конца меня кусает. Да при чем тут ваш муж? И вот мой подставной человек, вот, мне сейчас какой-то хир не несет его, честное слово. При чем тут ваш муж? Хорошо, тебе не назвали еще больше мужем. Парк, у меня, внимание, мы сейчас будем решать вопрос. 40 тысяч выплатит она сейчас. Вот именно, как будем решать вопрос. Я не знаю, что вы верите сейчас, скажите, пожалуйста. Да мне не надо на слово верить, я вам приднес справку от Ингостраха. Сколько вам перечислили, по моему, страховому случаю? Мне сейчас что, метнуться, уточнить, сколько вам перечислили? У вас же есть номер бухгалтера. Вы меня, вы меня, вы меня, вы меня, вы меня, вы меня, я разберусь, если вы хотите, по-нормальному в этом вопросе на этой неделе. Если нет, идите в прокуратуру, подавайте в суд, я противозаконные действия никакие не сделаю. Вы сами подписывали договором, с компанией, все подписывали, подписывали, вам с ума озвучили, вы с ней согласились. Какие ко мне сейчас вы имеете претензии, где я вас позвонула, вы на все, с самого же соглашались, правильно? Вы здесь способный человек, или нет, здесь способный, когда вам озвучили. Что же вы мне сказали, что он главный, что он пишет. Он посчитает, претензию почитает, он без денег. Вы придете сюда, в офис ваш, почитаете претензию, там в ней все подробно написано. Отпустите мне, пожалуйста, претензию, а я в песенном виде вам на нее отвечу. Поняли? Ну вы будете отправлять мне 40 тысяч, разъем. Вы, 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 вы для чего сейчас вот это, вы меня записываете, наверное, да, там, вместе с этим корреспондентом, про разницу еще куда-то. 40 тысяч, когда будет выплачено? Вы мне можете ответить на мой вопрос? Вы мне... А вы, мой человек, где я вас обманула? 40 тысяч рублей, разница. Подписали договора, вы вам сумму сообщили, девочки, вы на нее... В договоре нет никакой суммы, никакой суммы не сообщалось. В договоре нет никакой суммы. Послушайте, вы на нее согласились. Почему вы сразу не среагировали, как думала, в днем перейти? Вот это она вообще от нас. Почему вы среагировали только сейчас? Как ведет себя вот с клиентами? Не клиента, не дивная. Пожалуйста, где вы были до этого, если вы так были не согласны? Может, чтобы... К сожалению, к сожалению, вас в городе не было. Я в городе все время бываю. Не переживайте. Неправда. Что вы тут сидите за эгенокацию, за мою жизнь? Вы... Меня в городе нету, что вы среагировали. Вы собираетесь мне перечислять 40 тысяч рублей или нет? Вы нормальный? Я да. Подавайте на меня в прокуратуру, в суд и остальные у вас. Так все гораздо проще будет. По какому пути мы пойдем? Через страховую компанию или же... Послушайте, Валентина, успокойтесь, пожалуйста. Валентина, ради Бога, успокойтесь, пожалуйста. Мы с вами разберемся. Скажите, вы по какому пути пойдете? Отдадите добровольно деньги или же отдадите страховую компанию эту разницу? А мы уже получим со страховой компанией. Как мы поступим, скажите? Я не буду ничего вам добровольно отдавать. Вот, все, значит, добровольно-принудительно, правильно я понял? Да, добровольно-принудительно. То есть вы таким образом дискредитируете себя и свою компанию, о том, что вы не клиент-ориентированный владельцем? Да, дискредитирую себя и свою компанию, вот, чему только непонятно. Своим как минимум поведением и отношением к клиенту. И то, что вы фактически обманули его, потому что получили к себе на карту 72 тысячи 13 рублей, а заплатили 31 тысячу 750. Вы скажите, 40 тысяч это не обман? Вы принесли липовую справку? Это не липовая. Вы сказали, Пелюгин, ваш любимый знакомый. Так вот, этот Пелюгин подписал эту справку. Девушка, а кто ваш бывший муж? Мне хотя бы, чтобы знать, чтобы кто меня нанял-то. Послушайте, я не буду с вами разговаривать. Не надо мне приписывать. Идите. Да мы... Нас послалит у него. Реально, у меня ПМС. Что, мы вам возвращались? А, ну, как вообще? Стопол-компания, я так понимаю, да, где-то? Ну, у вас возможностопол-компания, не знаю. Нет, не отчитывается. Я думаю, мы чуть-чуть подождем. Ну, слушай, я, конечно... Мы были недавно, значит, на 20 лет октября. Социальный экспертный репорт, который называется. Экспертный инвестиционный центр. Сторгуток там есть такой. У нас там вообще была интересная ситуация. Мы даже камеры там разбили, девушки. Ну, там все закончилось. Хорошо компенсировали, клиенту вернули деньги. Там все замечательно. Ну, вот. Здесь прям... Мы ожидали, что здесь гораздо хуже будет. Ну, вот. Но оказалось, у вас... Там, наоборот, персонал оказался неадекватный. А руководитель адекватный. А в вашем случае персонал адекватный. А руководитель невменяемый. Она так же с подчиненными орет? Справа о невменяемости никаких нет. Я говорю... Нет, это мое личное маяние. Ну, вы сами понимаете, как человек ведет... Нет, человек адекватный, вполне с сотрудниками общается хорошо. Ну, мы не с моими. С клиентами со всеми общаются бы хорошо. Ну, вот клиент, христианин. Ну, это включение исправит. Вот. Ну, посмотрим. Ну, просто... К нам поступило, на самом деле, большое количество обращений от людей с подобными ситуациями. Мы общественная организация. Занимаемся, ну, в общем, людям помогаем. Вообще, у нас направление немножко другое. Ну, а здесь мы не могли остаться безучастными. Потому что на 20 октября были аналогичные ситуации. Но я надеюсь, они теперь прекратятся. И здесь. Но здесь уже достаточно давно, но к нам никто не обращался. Сейчас пошел поток. Таких людей очень много. Мы, может быть, даже в процессе всего посмотрим, как Валентин отреагирует по этой ситуации. Там еще по одной. Может быть, мы здесь устроим, так скажем, офис рядом, прямо вот здесь на входе. Клиенты, которые будут приходить, они что-то не обращают. Фактически. Нужны ли ей такие убытки? Она же фактически не сможет заключить ни одного договора. Потому что, когда здесь будут стоять клиенты, пострадавшие от ее действий, и будут рассказывать свои истории, ни один человек не захочет заключать договор. А что это получится? У вас не будет работы, всех сократят, уволят. Даже если куда-то переедут и изменят юридическое лицо. Мы-то прекрасно имеем возможности найти человека. Поэтому ей самый лучший расклад – это урегулировать все конфликты финансового характера с клиентами. Ну, бывшими уже клиентами. Понятное дело, что они уже обращаться не будут. Это в ее, ближе, свое интересное. Она, главное, чтобы это поняла. Она не понимает пока все серьезности ситуации. И ее муж какой-то там она-то приплетает. Я даже не знаю, о ком вообще речь идет. Вы объясните, чтобы до нее дошло. Мы независимы ни от кого. До свидания. Ну, что, подведем итоги. Мы ждем обратного звонка от Валентины. И, надеюсь, она включит свою голову и успокоит свой пыл. Конечно, она очень жгучая по телефону. Неадекватный руководитель, конечно. Я думал, она вот если была бы рядом, мне кажется, вот она бы как раз-таки и разбила бы нам камеру. Но как минимум бы вцепилась бы в тебя, наверное, перво. А потом меня. Пугает то, что я там, Игорь, телефона свой оставил. Да, теперь, слушай. Теперь она мне будет названивать. Названивать, угрожать. Да, да. Да я надеюсь, на самом деле, что все благополучно разрешится. Она все-таки бизнесмен и должна проанализировать всю сложившуюся ситуацию. И понять, что выгоднее здесь всего будет человеку заплатить положенные деньги. Я думаю, это самое правильное. Да. Есть какие-то еще... Я был бы очень рад. Да, я уверен. Я был бы очень рад, что мы помогли человеку. Ну, пока вот ждем результатов. Будем держать вас в курсе. Ну, в общем, напишите свои комментарии под этим видео. Что вы думаете по этой ситуации, по Валентине Лебенко, как она себя повела. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал. Ну, и будьте в курсе всех событий наших дорожных контролей. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok